На связи Украина 365 В ночь на субботу, 11 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников гор. В ночь на 11 мая в России снова грохотало. В 3.45 Волгоградский НПЗ, который принадлежит по Оллу Койл Волгоград нефтепереработка, посетили БПЛАГ Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, указал источник. Также отмечается, что текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1. Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито 7 беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда. Это уже второй раз украинские беспилотники ударили по НПЗ в Волгограде. В феврале этого года два дрона поразили установку первичной переработки нефти. В ночь на 11 мая вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по собственной территории. Намеренно ли это было сделано, неизвестно. Обстрел успел снять на видео один из очевидцев. Этот ролик очень активно зачищают с российских ресурсов, уверяет телеграм-канал Астра. Ролик первым выложил местный ресурс бел.ру. Он был довольно быстро удален, но к тому времени видео успело разлететься по сети. На нем зафиксирован, вероятно, неудачный пуск россиянами ракеты из-под Белгорода. Спустя пару секунд полета снаряд падает на российскую территорию, не долетев до Украины. Ракета рухнула по поселку, что на востоке от Белгорода. Посреди населенного пункта образовалась огромная воронка. Что оставило такой кратер, неизвестно. Эксперты отмечают, что это было что-то более мощное, чем реактивная артиллерия или ударный дрон. В населенном пункте в результате удара получили ранения три человека. Также были повреждены более 20 жилых домов. Отметим, что утром 11 мая Минобороны РФ выступила с заявлением, обвинив ВСУ в обстреле Белгородской области снарядами от РСЗО «Вэмпайя» и дронами «Камикадзе». Оно отчиталось о якобы успешном отражении атаки, что опровергают многочисленные кадры прилетов. Теперь очевидно, что как минимум часть этих ударов была нанесена российской армией. Крупнейший в истории пакет военной помощи отправляют Украине в Великобританию. Об этом сообщают Минобороны страны. Пакет на 500 миллионов фунтов стерлингов на военные нужды, 4 миллиона патронов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, в том числе бронемашины «Хаски». Президент Франции Мональ Макрон снова заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных в Украину. Но выразил надежду, что этого не потребуется. Об этом сообщают французские СМИ. «Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников», – пишет издание. «Мы должны говорить нашим соперникам. Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», – заявил президент Франции. Также Макрон призвал европейцев передавать больше оружия Украине, чтобы она смогла противостоять агрессии РФ. В Эстонии и других странах на восточном фланге НАТО происходит самое масштабное за десятилетие серии военных учений, в которых западные армии учатся воевать с учетом опыта Украины. «При этом в НАТО они скрывают, что готовятся противостоять именно российской армии», – пишет издание The Independent. «Боевые вертолеты Апачи ведут обстрел в поддержку войск на земле, которые штурмуют позиции России. Серия укрепленных окопов была очищена в ожесточенном ближнем бою, а контратака отбита с использованием беспилотников и ракет», – описывает издание «Один такой учебный бой». Командующий британскими силами в Балтике бригадный генерал Джайлс Харрис рассказывает, что понимание стратегического контекста учений у солдат сейчас другое, чем было предыдущие годы. И то, что учения проходят рядом с российской границей, дает понимание их важности. «Это очень срочно. Я не буду гадать о том, что может или не может произойти. Наша работа как военного персонала заключается в том, чтобы быть готовыми. Нет смысла ждать. Мы должны подготовиться сейчас. И то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые мы должны выучить», – объясняет он. Полковник Дэвид Ламберт из британской армейской авиации подчеркивает, что учения проводятся настолько реалистично, насколько возможно. «Мы готовы к бою сегодня», – заявил он. То, что происходит в Украине, анализируется и используется для калибровки военных игр, от способов использования беспилотников до противодействия российской тактике, так называемых местных штурмов. Украинские военные провели испытания многофункциональных наземных дронов. Они получили название «Махно». В 108-й бригаде ТРУ прошли испытания наземных дронов. Испытания прошли успешно. В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой, – говорится в сообщении. «На сегодняшний день есть шесть модификаций наземных дронов. Все наши дроны имеют одно название – «Махно», в честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами знатно бил в этих краях большевиков. «Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование – все самостоятельно сделали наши воины», – отметил офицер с боевым псевдо «Гискус». По его убеждению, в современных боевых условиях они приобретают больше значений, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнять боевые задачи. Канадская компания «Рошел», которая производит бронированные автомобили «Сенатор», в частности для нужд ВСУ, планирует частично локализовать свое производство в Украине. Об этом рассказал основатель и руководитель компании. По его словам, с начала полномасштабного вторжения компания изготовила и поставила в Украину уже более одной тысячи бронированных автомобилей «Сенатор». Поставки были профинансированы правительствами нескольких стран – Канады, США, Германии и других. Решающим моментом для «Рошел» стало создание специальной команды для анализа, регистрации и решения любых неисправностей или необходимых усовершенствований в наших автомобилях. Броневики «Сенатор» изначально были созданы для операции правоохранительных органов Северной Америки, но суровые реалии войны в Украине требовали адаптации. «Мы постоянно оптимизировали и совершенствовали наши транспортные средства, чтобы противостоять растущим угрозам», – рассказал он. Поскольку броневики компании «Рошел» хорошо зарекомендовали себя на фронте в Украине, производителя засыпали заказами оборонные ведомства многих стран от самой Канады до Южной Кореи. Чтобы справиться с этим спросом, компания расширяет производственные мощности, в частности, открывает филиал в Германии, но и не только там. «У нас уже есть несколько мастерских по всей Украине, которые осуществляют ремонт и обслуживание наших автомобилей. Кроме этих услуг, мы на завершающей стадии планируем локализовать часть нашего производства в Украине», – сказал владелец компании, однако подробностей не привел. По его словам, сейчас на главном заводе «Рошел» в Канаде работают более 200 беженцев из Украины. Многие из них стремятся вернуться в Украину и работать уже в украинском филиале компании. На параде 9 мая в Москве вдруг выяснилось, что большинство высших офицеров российской армии не знает ее устава. Об этом говорит появившийся в соцсетях отрывок прямой трансляции мероприятия, вызвавший бурную дискуссию среди так называемых «зет-патриотов». На обнародованных кадрах можно заметить, что когда кремлевский диктатор Путин приветствовал командование различных родов войск, некоторые военные отдавали ему честь, тогда как двое из них – замначальника Рязанского училища ВДВ Сергей Молочников и начальника Академии МЧС Виктор Панченков – решили этого не делать. Впрочем, в итоге выяснилось, что ни о каком де-марше с их стороны речи не идет, а все дело в том, что они просто решили все сделать по уставу, тогда как остальные офицеры страны-агрессора его, очевидно, давно забыли. «Согласно строевому уставу, в строю рука к головному убору не прикладывается. Воинское приветствие выполняется только вне строя», – объяснил Панченков. В свою очередь Молочников отметил, что не знает, почему остальные командиры решили отдать честь Путину. Громкий скандал всколыхнул «Евровидение-2024» накануне большого финала конкурса. Принято решение о дисквалификации представителя Нидерландов Йоста Кляйна. Официальное заявление организаторов по этому поводу было обнародовано 11 мая на сайте «Евровидения». Причиной дисквалификации стал некий таинственный насильственный инцидент с участием Кляйна. Член съемочной группы конкурса подала на певца жалобу в полицию. Организаторы «Евровидения» посчитали нецелесообразным дальнейшее участие Кляйна в конкурсе, в то время, когда против него ведется расследование. Слухи о том, что в результате действий Кляйна пострадал другой артист или член иностранной делегации, в администрации опровергают. Однако они обвинили певца в нарушении правил конкурса. Стоит добавить, что Кляйн является большим поклонником России. В марте 2022 года, когда РФ осуществила свое жесткое полномасштабное вторжение в Украину, певец публично признавался в любви к РФ. Он выступал в российском Санкт-Петербурге после начала Большой войны и сотрудничал с российскими артистами. Российские оккупанты начали наносить на технику новый тактический знак. Как сообщает канал Оперативный ЗСУ, техника с этими знаками участвует в наступлении в Харьковской области. Он имеет вид перечеркнутого на крестромба. «Новый тактический знак российской группировки войск, действующий на севере Харьковской области», – говорится в сообщении. Что касается ситуации на Харьковщине. «Ключевая разница между рейдами РДК, ЛСР, Сибатов при граниче и действиями российских оккупационных войск в том, что со стороны оккупантов это не диверсионные рейды, а именно попытка взять под контроль пограничные села», – пишет Дипстейт. «Для чего? Их задача – минимум вытянуть на себя украинские резервы. И сделать это можно, лишь закрепившись в пограниче и создав там так называемую «красную зону», которая постоянно будет провоцировать силы обороны Украины. По состоянию на утро, подразделение «Гостре-Картузы», которое вчера вынесло несколько дней с наступающей российской техники, сообщило, что бои менее активны, чем вчера, и ситуация стабилизирована. В то же время оккупанты продолжают готовиться к расширению боевых действий. Константин Машавец пишет, что основным направлением удара таки будет Волчанск. Резервы сейчас перемещаются в Шебекино, которые находятся напротив, по ту сторону границы. В то же время АТЭШ сообщает, что одно из отделений ВСРФ отказалось идти на штурм в Харьковской области. Участники партизанского движения сообщили, что бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе и были свидетелями неудачных попыток диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск. Ввиду этого, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и одан приказ, часть подразделения отказалась исполнять его, говорится в сообщении. Как сообщил военный журналист Юрий Бутусов, в интервью НВ на этом фронте сдействовано где-то 4-5 батальонов пехоты. Они действуют отдельными взводами, пользуясь тем, что так близко границы оборона не была развернута. Бутусов отметил, что эта атака не была неожиданностью для украинского командования. В районе Харькова сосредоточены значительные силы украинских войск, которые вполне достаточны для того, чтобы дать отпор врагу, нанести противнику тяжелой потери. «Никакой угрозы сейчас захвату Харькова не существует, потому что, подчеркиваю, силы для обороны там сосредоточены. Но если этот плацдар не ограничить, и если врагу не нанести значительных потерь, противник будет пытаться постепенно его расширять, увеличивать. Конечно, это нам категорически невыгодно», — добавил Бутусов. Служба безопасности Украины предотвратила серию крупных терактов, которые планировали спецслужбы РФ. Об этом утром 11 мая сообщили ряд ведущих украинских СМИ, ссылаясь на спикер украинской спецслужбы Артема Дегтяренко. Подробности резонансного дела СБУ обещают обнародовать в ближайшее время. На сегодня известно только то, что Главное разведуправление Генштаба РФ пыталось организовать теракты в украинской столице, Киеве. Осуществить и представители страны-агрессора планировали в российский день победы 9 мая. СБУ сработало на опережение, — заявил Дегтяренко. Он отметил, что люди, которые должны были стать исполнителями терактов, задержаны. Также были найдены доказательства, которые подтверждают российский след. В Украине с оккупированных территорий были возвращены два украинских военных и один российский перебежчик. Спасти украинский десантника помог именно военнослужащий РФ. Уникальная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины состоялась в прошлом году и продолжалась несколько месяцев. Дмитрий в прошлом российский солдат воевал в так называемой чеченской кампании, то есть, зная цену российского лозунга «своих не бросаем». Именно поэтому он решил воспользоваться программой ГУР «Хочу жить». Однако Дмитрий пожелал не мирной жизни, а стать на сторону правды. И потому он теперь боец Легиона Свобода России, воюющий на стороне Украины. Это началось еще в начале 2022 года. Двое украинских военнослужащих Дашева с позывными ЧОПа и Малой получили ранение и попали в больницу в Луганской области. Впоследствии на оккупированной территории мужчин спрятали местные жители. В прошлом году через проект «Хочу жить» в координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился российский солдат Дмитрий. Он выразил желание переехать в Украину вместе с семьей. Тогда в ГУР решили объединить обе операции. Возвращение украинцев и перемещение россиянина в Украину в одну спецоперацию «Прапор». Прапор, потому что Дмитрий был старшим прапорщиком у оккупантов. Благодаря Дмитрию украинским военным удалось сделать поддельные документы. Дмитрий также нашел и форму армии оккупантов для них. Именно в таком виде трое мужчин пересекли 18 блокпостов. Дмитрий говорит, что первая повестка в армии захватчиков пришла ему еще в декабре 2022 года. «Я тогда не пошел, и в марте 2023-го вторую вручили. Хотели мобилизовать или на контракт. Я выбрал контракт, но не хотелось воевать на стороне России. Благодаря проекту «Хочу жить» удалось перейти на эту сторону и сделать что-то хорошее», достаточно скромно говорит Дмитрий. Десантники, спасенные россиянином, также в оккупации не сидели без работы. С самого начала они находились на связи с ВСУ, передавали координаты дислокации противника и другую важную информацию. Операцию по спасению и эвакуации украинцев и россиянина проводили спецподразделения ГУР, спецподразделения ВМС «Ангелы» и командование десантно-штурмовых войск ВСУ. Они сделали фальшивые документы для десантников, разработали и передали эвакуационный маршрут и пароли для прохождения блокпостов. Через несколько месяцев после этого оперативники военной разведки Украины провели спецоперацию по эвакуации семьи Дмитрия с территории РФ. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Продолжение следует...